Подготовка к Новому году и обращение жителей с проблемами стали центральными темами очередного общегородского совещания в администрации Химок. В этом году горожан ожидает приятный сюрприз. В самом центре города откроют большой каток. Каждый год у нас появляется что-то новое. Например, в этом году мы построили каток. Строим сейчас. И 14 декабря этот каток будет открыт. А какая особенность этого катка? Этот каток бесплатный, это немаловажно. И у него шикарная локация. То есть старые химки, все виды транспорта, пешая доступность, есть парковки. В предновогодние праздничные дни горожан ожидает около ста мероприятий. К встрече Нового года подготовят семь парков. А все здания округа, от социальных объектов до торговых центров украсят архитектурно-художественной подсветкой и праздничной иллюминацией. Прошу в короткие сроки, до следующего понедельника у вас полностью, Дмитрий Олегович, должно работать все оборудование для украшения нашего Нового года. То есть город должен гореть, светиться, радовать глаз наших жителей. Впрочем, некоторым жителям микрорайона Подресково в эти дни не до праздников в администрацию химок поступили жалобы на ржавую воду в водопроводе. Шла ржавая вода, в основном это были дома ЖКХ Подресково, управляющей компанией, по центральной улице. Совместно с Хлюклинским деканалом мы выходили на место, проверяли сети, проверяли водозаборный узел и работу станции безжелезного, провели необходимые профилактические мероприятия. Также эти моменты освещали в социальных сетях. Я прошу разобраться, ЖКХ с этой ситуацией, это недопустимо, никакой ржавой воды быть не должно. Она поступает в фотографии с ржавой водой. Нужно понимать, что это проблемы того, что не было своевременно качественно промыто системой. Неправомерные начисления за ЖКУ также стали причиной многократных обращений жителей к властям. Вообще непонятно, как могут быть сделаны неправильные начисления. Значит, это халатность каких-то конкретных людей с какими-то конкретными фамилиями. Если нет, то халатность допускают, пусть несут ответственность тогда за свои действия. Но пока я от вас эти фамилии не слышал. Поэтому вы разберитесь и мне, пожалуйста, доложите. Срок одна неделя. Добавим, за минувшую неделю поступило около тысячи обращений горожан. 700 заявлений рассмотрены. Оставшиеся обращения в работе. Большую часть проблем химчане озвучивают через портал Доброделы по телефону горячей линии администрации.